МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Чем запомнилась эта неделя? Расскажут из Ньюс на канале СЛС. И итоги этой недели подведу для вас я, Виктор Шароватов. В Багдаде заработает Центр координации борьбы с исламским государством при участии России. Российские источники подтвердили создание в Багдаде информационного центра для координации борьбы с исламским государством при участии России, Сирии, Ирака и Ирана. В будущем на основе информцентра может быть сформирован координационный комитет для планирования операций, заявил ададимный источник военно-дипломатического плана агентств Интерфакс и России сегодня. Накануне о новой структуре по борьбе с исламским государством сообщила американская телекомпания Fox News, а в Кребре ее созданием отрицали. Российские агентства уже сегодня сообщали, что официальный информационный центр уже создан. Туда войдут представители генеральных штабов четырех государств. Сообщается, что основной функцией данной структуры станут сбор, обработка, обобщение и анализ текущей информации об обстановке в ближневосточном регионе в контексте борьбы с исламским государством, распределение ее по предназначению и оперативная передача генеральным штабам указанных стран. Возглавлять информационный центр будут офицеры вооруженных сил России, Сирии, Ирака и Ирана на три месяца на ротационной основе. В соответствии с достигнутыми договоренностями, управление информационным центром в ближайшие три месяца примет на себя иракская сторона. Открытие центра источник характеризовал как важный шаг до пути объединения усилий стран региона в борьбе с международным трагедом. Успешность деятельности центра в ближайшем будущем создать условия для формирования на его основе координационного комитета с целью планирования операций и управления подразделения вооруженных сил России, Сирии, Ирака и Ирана, борющимся против исламского государства. О том, офицеры какого уровня будут возглавлять информцентр, данных нет. Fox News со ссылкой на данные западных спецслужб сообщал, что в работе центра принимают участие российские начальники не самых высоких рангов. В этом же материале сообщалось об отсутствии информации о том, будут ли в работе багдадского центра участвовать иракские силовики. Накануне посольство России в Ираке опровергло информацию о создании координационного центра. Ту же позицию рассказал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Цитата. Мы уже говорили, что очень много сообщений, которые не соответствуют действительности. Конец цитаты. По данным американских источников, неделю назад, 19-20 сентября, Россия перебросила в Сирию 24 самолета, 12 штурмовиков Су-25 и столько же фронтовых бомбардировщиков Су-24. Самолеты перенаправлялись в Сирию под прикрытием тяжелых транспортных самолетов Ан-124, поэтому не были обнаружены райдерами и доставка в Сирию прошла незамеченной. Сегодня американские СМИ сообщили, что самолеты полностью готовы к началу военных операций, а небо над тремя сирийскими провинциями активно патрулируют российские беспилотники. В понедельник президент России Владимир Путин выступит на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, где у него также состоится встреча с президентом США Бараком Обамой. Сирия станет одной из главных тем обсуждений, сообщили ранее в Кремле. И Россия и США заявляют, что намерены противостоять террористической группировке исламское государство, однако при этом США также выступают против режима Башара Асада, считая президента Сирии одним из основных зачистчиков вооруженного противостояния. Россия последовательно Асада поддерживает. Сотрудник СБУ, перевозивший бомбу для убийства вице-премьера Крыма в 1998 году, получил 12 лет колонии. Верховный суд Республики Крым вынес приливор уже бывшему сотруднику украинских спецслужб, который причастен к убийству крупного политика. В результате покушения 17-летней давности погиб заместитель председателя Совета Министров Крыма Александр Сафонцев. Как оказалось, зарычайку для киллеров перевозил на своем автомобиле работник СБУ. Ну и хорошо, что Крым после этого стал нашим. По решению российского суда, бывший сотрудник СБУ Сергей Марков проведет за решеткой 12 лет, отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима, сообщает официальный сайт места работы Натальи Поклонской. Установлено, что начальник управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Керченского городдела главного управления СБУ Сергей Марков был членом казиновской банды с момента ее создания. Эта группировка действовала на территории Керчи с 1994 по 2005 год. Марков предоставлял руководителям группировки информацию, доступную ему в связи с занимаемым служебным положением. В гособвинительном процессе выступил первым заместителем прокурора Крыма Андрей Фомин. Жак, что не сама Наталья. Маркова признали виновным по части 2 статьи 109 бандитизм пунктом БЕЖ, части 2 статьи 105 убийства, части 3 статьи 30 пунктом АБЕЖ, части 2 статьи 105 покушение убийства Уголовного кодекса России. Ему грозит пожизненный срок лишения свободы. 5 февраля 1998 года, в момент, когда Александр Сафонцев вместе с телохранителем, сержантом отдела милиции, Беркутом, Романом Гаркуши поднимался по лестнице к дверям турбазы, Кирио привел в действие бомбу мощностью до 600 грамм тротила, заложенную в Чубовскую урну для мусора. В результате взрыва Сафонцев получил многочисленные тяжелые ранения и позже скончался в больнице. Погиб его телохранитель. В 2005 году милиция объявила о раскрытии этого преступления, которое организовала керченская ОПГ Андрея Лаптева. По уголовному делу проходило около 20 фигурантов, а Марков стал пятым осужденным. В прессе и политических кругах выдвигались различные версии о причинах покушения на вице-премьера Крыма. Известно, что Александр Сафонцев курировал в региональном правительстве все крупнейшие бюджетнообразующие предприятия Крыма, курорты и туризмы, за контроль над которыми вели борьбу влиятельные криминальные кланы. Кстати, сразу за убийством вице-премьера последовал разгром криминальной группировки Селем. Литом этого года на 15 лет колонии был осужден главарь казиновского ОПГ Андрея Лаптева. Учитывая, что по его руководству гангстеры убили почти 30 человек, Лаптев получил за каждое убийство по полгода. В ОПГ увлекались в основном лица, имеющие военно-спортивную подготовку и навыки владения огнестрельным оружием. За время своей деятельности бандиты совершили 42 чашки особо чашких преступлений, в том числе 29 убийств и 11 покушений на убийство. Лаптев организовал и совершил похищение людей, которых подвергали истязаниям с целью вымогательства. Гангстеры осуществляли взрывы, чтобы запугать бизнесменов и взять под свой контроль различные предприятия. Наконец, казиновские справлялись со своими конкурентами с группировок Феки, Адар, Грифон, Селем и других. В последние годы существования банды Андрей Лаптев был не самым главным ее руководителем. 31 марта 1996 года в ресторане Интеркуб его боссы были расстреляны из автоматического оружия и Лаптев стал единственным лидером группировки. Для совершения преступлений киллеры использовали огнестрельное оружие отечественного иностранного производства, а также боевые гранаты и тротиловые шашки. Оружие и боеприпасы они носили при себе, а также хранили в арендуемых ими гаражами на территории Керчи. В 2005 году после разгрома банды Андрей Лаптев скрывался от судья на территории России. Однако в декабре 2014 года после того, как Крым стал частью России, стражи порядка задержали его в Москве, где он жил вместе с семьей, и его сын ходил в школу. Главаря керченской группировки этапировали в Крым. К тому времени напомню, что полуостров уже был частью России. И председателем Совета Министров и главой республики стал Сергей Аксенов. По иронии судьбы, ему приписывают связь с конкурентами Лаптева с группировки Селем, якобы в 90-е годы Аксенов был бригадиром в банде. А в оперативных сводках он фигурировал под кричкой «Гоблин». Детали биографии Сергея Аксенова приводят в сайт ordua.com. На допросах Лаптева заявил, что бывший мэр Керчи, назначенный вице-премьером и куратором города от правительства, мог помешать деятельности его банды по крышеванию местного бизнеса и контролю над территориями. Эти опасения якобы стали причиной его убийства. В России планируют изменить телефонный код с 8 на 0 после 2017 года. Имеется в виду внутри страны. Процедура набора телефонных номеров в России изменится. Сейчас, чтобы позвонить на стационарный мобильный телефон внутри России, требуется набрать 8, а международные залки через 8-10. Для будущего для этого потребуется, соответственно, набрать 0 и 0-0. Как рассказали известия, представители Минкомсвязи, выпущенный в 2006 году приказ этого ведомства, предписывал перейти на нули аж к 2010 году. Но возможности для этого появятся лишь к концу 2017. Дело в том, что согласно приказу Минкомсвязи 2006 года об утверждении и введении в действие российской системы плана нумерации, в начале требовалось во всех регионах России перевести телефонный экстренный кооперативный служб 010203, 101102 и 103 и единый для таких служб номер 112. Но на самом деле это все произошло лишь в январе прошлого года. Цитата. В настоящее время переход на использование новых трехзначных номеров не осуществлен, так как не все коммуникационные оборудования в сетях поддерживают трехзначные номера, сообщили в прислужбе Минкомсвязи. Завершение модернизации сети местной телефонной связи для обеспечения набора трехзначных номеров с учетом сроков введения на всей территории России единого номера вызова экстренных оперативных служб 012 планируется до конца 2017 года в соответствии с постановлением правительства. По словам гендиректора аналитической компании «Телеком Дэйли» Дениса Кускова, переход на 112 по всей России идет сумбурно. Цитата. «Это переход идет не на федеральном, а на региональном и даже на муниципальном уровне. На каждом отдельном участке могут быть свои подрядчики для введения подобной системы, что неправильно, так как потом необходимо всю эту систему соединять в единое целое», рассказал Кусков. «Кроме того, если сейчас позволить на 112 попробовать соединиться с пожарными или полицией, то придется долго ждать. Вдобавок, теоретически 112 во многих регионах внедрен, но были проблемы, связанные с маршрутизацией, когда дозвон осуществляется не в ближайшую станцию МЧС, а в Москву или Санкт-Петербург. Творение в том, что человек находился в Ярославле. Должно быть соединение с пунктом помощи в ближайшем к местоположению базовой станции сотовой сети. Комментарий о МЧС пока, правда, получить не удалось. Как посетение в Минковсвязи, переход на префикс «ноль» должен произойти в соответствии с рекомендацией Международного Союза и ректорсвязи. Это делается, чтобы обеспечить максимальную степь дезортизации доцентных префиксов, используемых в разных странах. Максимально облегчить процедуру набора номера при перемещении за одну страну в другую. Минимизировать количество набираемых цифр, рассказали в Минковсвязи. Представители операций КТ, Брэд Йопе, МТС и Мегафон сообщили газете «Извести», что готовы перейти на ноль вместо восьми, а в особой сложности их здесь не видят. Цитата. Переход на префиксы «ноль и ноль ноль» определялся технической готовностью всех операторов связи России, отметила представитель компании «Бегафон» Татьяна Зверева. В компании «Выпилком», которая является основой для билайна, от капиталев по данному вопросу отказались. Генеральный директор, управляющий партнер ТМТ Константин Константин Анкидов наповедил, что в Москве уже происходило изменение префиксов городских номеров. Код 0.95 заменили на 495. Цитата. Люди часто по привычке добирали 0.95, но специально для таких случаев в какое-то время работала автоматическая система информирования. В случае ошибки обойдется сообщение, что номер изменился. При переходе с 8 на 0 надо поступать аналогичным образом, добавил Анкидлов. Россия, Украина и ЕС договорились по поводу газа на территории Украины. Россия, Украина и ЕС после шести часовых переговоров согласовали условия поставки газа в зимний период, но не подписали итоговый документ. Согласно заявлению министров энергетики Александра Новых, Владимира Демчишина, а также вице-президента Еврокомиссии Марша Шевчевича, скидка контракта о цене газа для Украины будет около 20 долларов за 1000 кубометров. Итоговая цена будет 232 доллара за 1000 кубометров. Украинскую сторону такие условия устраивают. При этом такая скидка будет действовать только на четвертый квартал, вопреки прежнему требованию Киева, по которому условия поставки газа должны быть согласованы до 31 марта 2016 года. А рекламодор Новых пообещал, что российское правительство по запросу Украины будет результатом рассматривать возможность предоставления скидки. Владимир Демчишин отметил, что размер скидки на первый квартал 2016 года на встрече не обсуждался. При этом глава «Газпрома» Алексей Минера позднее сказал, что итоговая цена на первый квартал может быть ниже, чем на четвертый квартал этого года. Все три стороны подтвердили, что Украина закупит у «Газпрома» в ближайшее время 2 миллиарда кубометров газа для закачки в подземное хранилище, для чего Киеву потребуется 500 миллионов долларов. По словам Барыша Шевчевича, эти деньги на автогазу выделит украинское правительство. Александр Новок вновь повторил, что эти средства выделили Киеву Еврокомиссия. Владимир Демчишин в свою очередь заявил, что эти 500 миллионов долларов уже аккумулированы на специальном счете автогаза, не уточнив происхождение денег. На прошлой неделе Киев получил соответствующий транш Всемирного банка, однако он официально был выдан на стабилизацию банковской системы, а не на покупку газа. Однако, как писала газета «Коммерсат» накануне, «Нафтогаз» рассматривал схему, при которой правительство разместило бы на эти 500 миллионов долларов на депозиты в трех украинских госбанках. «Ашат» банки, «Газбанки» и «Укрэскимбанки», а те, в свою очередь, выдали бы «Нафтогазу» соответствующий кредит. Алексей Миллер подтвердил использование этой схемы, заявив, что сейчас у «Нафтогаза» 500 миллионов долларов, которые он занял у украинских госбанков. Планируется рефинансирование этого долга за счет финансирования организуемого Еврокомиссии. Киев должен был получить в октябре-ноябре 600 миллионов евро из третьей программы макрофинансовой помощи ЕС. По итогу встречи стороны не подписали никакого документа, а только парафицировали проект соглашения. По словам Владимира Демчишина, «Нас все устраивает, но нужно, чтобы документы посмотрели юристы». Он выразил мнение, что соглашение будет подписано в ближайшие дни, а господин Олак назвал это подписание формальностью. Дополнительное соглашение к отрактуру на поставку газа 2006 года между «Газпромом» и «Нафтогазом» также пока не подписано. Российская компания направила «Нафтогазу» проект документа, в котором, в частности, обещают не применять условия «Тейко-пэй», но только к следующим двух кварталам, но и, по словам Александра Довака, к третьему кварталу этого года. Алексей Миллер выразил уверенность, что «Нафтогаз» начнет закупку российского газа с 1 октября. При этом он подчеркнул, что дополнительных 2 миллиардов кумометров в крайнейшем Украине не хватит в случае очень холодной зимы. К тому же неизвестные источники финансировали для текущих закупок газа. Цитата. Звучали цифры до 800 миллионов долларов. Но этого недостаточно, и в случае аномальных холодов эти деньги будут истрачены за 2,5 недели, сказал он. Apple начали продажу новых iPhone 6s и 6s Plus. Apple вчера начала официальную продажу новых смартфонов iPhone 6s и iPhone 6s Plus в 10 странах мира. Приобрести устройство смогут жители Австралии, Великобритании, Германии, Канады, Китае, Новозеландии, Пуэрто-Рико, Сингапур, Франции, Японии и США. Ну а также Гонконга. Российской одни стран первой волны нет. Впрочем, как и всегда, нашу матушку Родину обходит стороной. Но сейчас не об этом, а о том, как люди живут в длинных очередях, чтобы получить устройство, практически ничем не отличающееся от его предшественника. Надо же выпендриться перед всеми. Интересно, что в японской столице Токио ажиотаж у магазинов Apple Store не наблюдается. Цитата. В этот класс новые модели можно приобрести исключительно по злобограбленному владилованию. Поэтому сейчас здесь собрались только те, у кого уже есть заказ. Вы не встречаете здесь сегодня людей, которые приехали сюда за 2-3 дня и проводили дни и ночи в изыдании. Такое для среди нас забота о покупателях. Пояснил сотрудник торговой точки. А сейчас самая безумная жительница Сидны 24 апреля отправила в Apple Store робота, чтобы одну из первых купить iPhone 6s. Напоминавшийся Гвей. По задумке Люси Келли, железный покупатель вместо нее простоит в ночь на 25 сентября в специальной палатке. Затем заедет в магазин и под ее управлением приобретет новый телефон. Сообщалось, что люди в очереди прохожие довольно тепло воспринимали необычного покупателя. Они активно с ним общались и делали селфи. Но то, что только люди не идут, чтобы приобрести свежие яблочки. Которые, правда, невкусные. Ну что ж. Утвержден график выходных дней на следующий год. Сегодня соответствующее распоряжение подписал сам лично Дмитрий Анатольевич Медведев. Таким образом, на Новый год мы будем отдыхать с 1 по 10 января. Но поскольку новогодние каникулы официально у нас по закону длятся с 1 по 8 января, 2 выходных дня с новогодних праздников перенесутся на потом. На 23 февраля мы получаем рабочую субботу, 20 февраля. Но зато после этого в воскресенье, понедельник и вторник, 21, 22 и 23 отдыхаем. На 8 марта, также которая выпала на вторник, мы получим дополнительный выходной за счет Нового года и будем отдыхать в субботу, воскресенье, понедельник, вторник с 5 по 8 марта. Первомайские праздники тоже нам принесут дополнительный выходной с Нового года и мы получаем выходные с 30 апреля по 3 мая. Ну а дальше, как обычно, день победы мы отдыхаем с 7 по 9 мая, день России с 11 по 13 июня, на день народного единства с 4 по 6 ноября. Промчимся по другим событиям этой недели. В центре Москвы суперкар сбил гражданин Турции, водитель скрылся. ЧП прошло на Новом Арбате в ночь на сегодня. Макларен Мерседес насмерть сбил перебегавшего трассу пешехода, который скончался. Уехавшую с места ДТП машину со следами крови на разбитом лобовом стекле позже нашли водителя пока нет. Мэра Сыктывкара Ивана Поздеева арестовали на 2 месяца. Во время заседания суда стало известно возбуждение еще уголовного дела от растрати. Согласно постановлению, Иван Поздеев остается под арестом до 25 ноября. Его дела расследует управление ФСБ по республике Коби. Напомним, что на днях также был задержан глава республики Коби Вячеслав Гайзель. Две украинские авиакомпании попадут под российские санкции, грозит Минтранс. Естественно, российские авиационные власти предпринят абсолютно зеркальные меры. Мы на сегодняшний день еще не получили официальных разъяснений или официальных запретов от Украины. Но как только мы их получим, мы введем ответные меры, и две украинские авиакомпании также не будут допущены. В интервью Сергея Брюлеву министр транспорта Максим Соколов. Азербайджан сообщил о пяти погибших в Нагорном Карабахе. Азербайджан потерял одного военнослужащего, еще трое получили ранения. Остальные погибшие ранены со стороны Армении. Обе стороны обвиняют друг друга в обострении конфликта. В ОБСЕ подтвердили использование тяжелого вооружения обеими сторонами. У Сергея Лаврова в Нью-Йорке намечены встречи с главами НАТО и ООН. Глава МИД России Сергей Лавров сегодня утром по московскому времени прибыл в Нью-Йорк на Генассаблею ООН, на которую скоро прибудет сам Владимир Путин. А у Сергея Лаврова намечено свыше 50 мероприятий, включая выступления и двухсторонние, и многосторонние встречи. В частности, планируются встречи главы российского МИД в госсистем СССР Джоном Керри, главой геородипломатии Федерико Мордерикриди, Генсиэком НАТО и Йенсом Столтенбергом. Техасский пенсионер катает собак на поезде, который сам построил. Юджик Бостик из техасского города Форт Уэрд на старости лет стал мессишинистом поезда для уличных собак. Восьмидесятилетний мужчина построил цепь из вагончиков, на которых он катает животных по городу. Бостик указал изданию за дудо, как так вышло. Мужчина и его брат живут на тупиковой улице, и иногда люди приводят туда собак и бросают их. Бостик с братом начали кормить животных, ухаживать за ними и возить в ветеринарную клинику на стерилизацию. Они также соорудили для брошенных собак-гномик. Так продолжалось и годами, но однажды Бостик увидел человека, который ехал на тракторе, везущем цепочку тележек с камнями. Когда-то он решил сделать собачий пояс из пластиковых бочек. Теперь один-два раза в неделю техасский пенсионер сажает девять собак, которые сейчас находятся у него на припечении, в вагоне. И катает их по улицам города, вывозит в лес или останавливается подышать воздухом у ручья. И вот Джек Бостик утверждает, что собакам очень нравится кататься. Увидев, что он выезжает на тракторе, они прибегают и запрыгивают на свои места. Также он утверждает, что цитата «годы берут свое». Сейчас мне восемь-десять. Так что я полагаю, что это продлится недолго. Но я продолжу катать собак сколько смогу. Эти собаки отлично проводят время. Им это очень нравится. Конец цитаты. Я догадываюсь, что будет делать один мой знакомый на пенсии. Ну а далее в нашей программе прогноз погоды. А затем мой коллега Илья Автономов расскажет о новостях спорта. Там сегодня чемпионат России по футболу, Формула-1 и еще многое интересное. А я на этом с вами прощаюсь. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Добрый вечер. В эфире «Испорт» и я, Илья Автономов. Начнем. Российский футбольный союз погадит все оставшиеся задолженности по компенсации бывшему главному тренеру национальной сборной России Фабио Капелло 28 сентября. Об этом заявил министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко в эфире телеканала «Россия-2». Надеюсь, в понедельник закроем все долги перед Фабио Капелло, цитирует Мутко Тасс. Контракт с 69-летним итальянским специалистом, возглавлявшим спорную Россию с 2012 года, был расторгнут в июле. По неподтвержденным данным, стороны договорились, что за досрочное прекращение трудовых отношений РФССР должен выплатить Капелло 6 млн евро, а итальянским членам его штаба, учитывая предыдущие долги, 2 млн. В августе первая часть компенсации была выплачена благодаря безвозмездной финансовой помощи со стороны бизнесмена Алишера Усманова, который выделил 300 млн. рублей. Даниил Квят попал в серьезную аварию на автодроме Судзука. Российский пилот Red Bull Даниил Квят попал в серьезную аварию во время квалификации, прошу прощения, этапа чемпионата Формулы 1 Гран-при Японии. Инцидент произошел на автодроме Судзука во время заключительного третьего сегмента квалификации. Машина россиянина вылетела с трассы в 10-м повороте после заезда на траву. Болид на большой скорости врезался в отбойник, перевернулся, но приземлился на колеса. Даниил подтвердил по командному радио, что с ним все в порядке, но его отправили в медицинский центр. Сработал датчик опасной перезагрузки, передает F1 Newsroom. После аварии Квята квалификацию было решено, не продолжайте. Ул Судзуки завоевал Ника Росберг, второй раз за сезон опередив напарников в квалификации. Гонщики Мерседес будут стартовать с первого ряда. В прошлом году на трассе Судзука гонщик Маруси Жюль Бьянке вылетел с трассы и врезался в эвакуатор, перевозивший машину пилота Заубера. Андриана Сутиля, получивший черепно-мозговую травму 25-летний француз, впал в кому и скончался 17 июля этого года, так и не придя в сознание. После этого организаторы Гран-при Японии усилили меры безопасности на автодроме. Напомню, что накануне Даниил Квята показал лучший результат во второй свободной практике Гран-при Японии. Он во второй раз в карьере победил в свободной практике в рамках Гран-при Формулы 1. Неделю назад россиянин выиграл вторую свободную практику на Гран-при Сингапура. В квалификации тогда он показал четвертый результат, а в гонке шестой. Добавлю, что Хвят занимает восьмое место в таблице чемпионата. Сейчас у него в активе 66 очков. Московский ЦСКА и Локомотив сыграли в ничью в матче десятого тура чемпионата России по футболу. Встреча на стадионе арена Химке завершилась со счетом 1-1. За хозяев забил Сейду Думбе, 16-ая минута с пенальти. У железнодорожников отличался Байя Умар Ниаси, 21-ая минута с пенальти. Гости заканчивали матч в меньшинстве. На 81-й минуте защитник Локомотива Вендран Чорлука получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Спустя 6 минут арбитр Сергей Карасев удалил и главного тренера гостей Игоря Черевченко. ЦСКА с 26 очками лидирует в чемпионате Локомотив. 21 очко идет на втором месте. В следующем туре армейцы на выезде встретятся с московским Динамо 4 октября, а Локомотив в тот же день примет пермский Анкар. В Норвегии вратарь забил гол ударом со своей половины поля. 33-летний вратарь норвежского клуба «Старт» из Криансанда Хакон Абдаль стал автором курьезного гола в матче 25-го тура чемпионата Норвегии со столичной Валеренкой, который завершился со счетом 1-1. На 66-й минуте встречи гол кипер взялся исполнить штрафной удар со своей половины поля, но не рассчитал силу подачи. Мяч после его навеса в чужую штрафную полетел в створ ворот, к чему оказался не готов его визави, прошу прощения, страж ворот балеринге Саша Бурхе, передает советский спор. «Старт» занимает 13-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Норвегия. Команда ведет борьбу за обживание в элитном дивизионе Валеренка. Идет на 6-м месте. С 2006 по 2008 годы Хакон Абдаль сыграл 12 матчей за национальную сборную Норвегии. И на этом наш выпуск завершен. Об очередных главных событиях стране и мира расскажем через неделю в программе «Ис Ньюс» на канале СЛС. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok